Сегодня мы продолжим серию программ на тему «Не тратя в пустую свою пустыню». Я знаю, когда мы в пустыне, нам кажется, что это навсегда, но это всего лишь сезон. Пройдите его. Это очень важная программа, поэтому оставайтесь с нами. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. И мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Божие благословения и шалом вам, возлюбленные. Меня зовут Равин Кёрт Шнайдер. Добро пожаловать на очень важный выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня последняя часть из серии «Не тратя в пустую свою пустыню». Я знаю, что сегодняшнее послание касается миллионов людей. Многие из вас прямо сейчас переживают период одиночества, потери или трудностей. Возможно, вы потеряли работу или ребенка, и сейчас вы проходите такой период, который вы сами могли бы назвать пустыней. Я хочу, чтобы вы знали, что эта пустыня — это непотерянное время. Ничего в нашей жизни не проходит в пустую. Все через что проходят избранные Божии, Бог может использоваться. Разве это не благословение? Получается, что ничто из того, что вы проходите в жизни, не является пустой тратой времени. Потому что слово говорит, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его, и кого Он избрал, кого Он призвал по Своему замыслу. И ваша пустыня не является ненужным периодом вашей жизни. На самом деле, прямо сейчас, Бог делает через Иисуса и Духа Святого в вашей жизни то, что Он не мог сделать, когда все было хорошо. Сезоны пустыни в нашей жизни назначены Богом. Для этой темы мы используем восьмую главу книги «Второзаконие». В этой главе Бог рассказывает израильтянам, почему они оказались в пустыне на целых 40 лет. Сейчас мы посмотрим это местописание. Я прочту вам несколько стихов, чтобы построить платформу для сегодняшнего послания. Итак, это книга «Второзаконие», восьмая глава. С 15 по 17 стих. «Он вел тебя через огромную и ужасную пустыню, иссохшую и безводную землю с ядовитыми змеями и скорпионами. Он дал тебе воду из кремниевой скалы. Он кормил тебя манной в пустыне, которую никогда не знали твои отцы, чтобы смирить и испытать тебя». Послушайте последнюю фразу. «И чтобы в конце концов у тебя все было благополучно. Иначе, когда ты будешь процветать, ты можешь сказать про себя, «Я заработал это богатство своей силой и мощью моих рук». Отец Небесный запланировал провести израильтян через пустыню, чтобы подготовить их к благословению, которое ожидало их впереди. Я хочу сказать вам, не тратя в пустую свою пустыню. Если вы не пройдете сейчас свою пустыню, если вы не пройдете ее с радостью и хвалой, то период пустыни будет продолжен, или же вас ожидает новый сезон пустыни, потому что вы не получили то, что Отец хотел дать вам во время этого периода пустыни. Как я говорил в прошлый раз, Иаков пишет нам в своем послании, что мы должны радоваться, когда проходим испытания, зная, что они вырабатывают в нас стойкость, которая делает нас целостными. Если вы сейчас проходите через пустыню, и у вас при этом нет позитивного отношения к Богу и к вашим близким, то вы не проходите ее правильно, и тогда, возможно, Богу придется привести вас в еще одну пустыню, пока вы не пройдете ее правильно. Или, как я уже сказал, Он продлит время пребывания в пустыне, пока вы не научитесь. Иначе мы не сможем войти в полноту всего, что Он имеет для нас, если не примем то, что можно получить, только находясь в пустыне. Павел писал нам во втором послании Коринфянам, первой главе, восьмом стихе. «Братья, я хочу, чтобы вы знали о том, что мы пережили. Выпавшие на нашу долю страдания превосходили все наши силы». Это была его пустыня. Бремя, которое пало на его плечи, было невыносимым. Поэтому он писал, «Братья, я хочу, чтобы вы знали, что выпавшие на нашу долю страдания превосходили все наши силы, что мы потеряли надежду». Было очень тяжело, но затем он говорит, «но так было для того, чтобы мы научились полагаться на Бога, который воскрешает мертвых». Даже когда Бог учил Израиль о сверхъестественном обеспечении, почему они были в пустыне? Чтобы увидеть воду, выходящую из скалы, чтобы увидеть сверхъестественную манну. В жизни Павла тоже были обстоятельства, с которыми он не мог справиться своими силами. У него не было ответов и не было надежды на земные вещи, и он пишет, что это случилось с ним, дабы он смог найти силу Божию, которая воскрешает из мертвых в любых обстоятельствах, и пережить сверхъестественное Божие обеспечение, чтобы его вера основывалась не на человеческом слове, а на силе Божьей. Мы благодарим Бога за всех партнеров Равина и это служение. Во всех благословениях, которые мы пережили, Бог использовал вас как канал, чтобы помочь Равину попасть в наш город. Пусть Бог благословит вас обильно за вашу поддержку. Вы кормили нас и духовно, и целесно. Мы любим вас, всех тех, кто нас поддерживает. Партнеры Равина Шнайдера, огромная вам благодарность от всего сердца. Надеюсь, эти записи в полной мере показывают, что эти пасторы из разных народов Африки благодарят вас, возлюбленные, за вашу поддержку нашего служения. В основном все они говорили спасибо за обеспечение фондов Равина, Кёрта Шнайдера и программы «Узнавая еврейского Иисуса». Это позволило ему приехать и послужить мне, возлюбленные. Мы посетили множество мест в Африке, и многие из них отдаленные. Я был первым служителем и гостем, из-за рубежа которого они увидели. Поэтому вместе с ними говорю вам спасибо за служение народа мира, по ТВ, радио и через Крусейды миссии. Совершенно точно, что ваша финансовая поддержка укрепляет церковь, и многие спасаются благодаря вам. Да благословит вас Бог. Я люблю вас. Шалом. А теперь вернемся к сегодняшней программе. А сейчас я хотел бы дать вам практические советы для прохождения пустыни. Я знаю, что вы хотите пройти ее верно. Вот вам важный совет. Когда вы в пустыне, будьте гибкими. Сейчас я открою книгу числа и покажу вам кое-что. Когда израилетяне были в пустыне, Дух Святой вел их в виде облака днем и в виде огненного столба ночи. Им нужно было быть очень гибкими, если они хотели, чтобы Дух Святой вывел их из пустыни. Сейчас я буду читать большой отрывок из Писания, но это очень важно, потому что тот же Дух Святой, который вел израилетян по пустыне, когда-то живет в вас и ведет вас по жизни. Это был Дух Христов, проявленный в физической форме. И как Он вел израилетян по пустыне, так же Он ведет и детей Божиих сегодня. Хотя мы и не видим Его своими плотскими глазами. Итак, давайте открывать и читать. Число 9 глава, 15 стих. Это очень сильно. Это реальная история. Облако славы было настоящим. Столб огненный был настоящим. И это произошло в конкретный год, в конкретное время, в реальных исторических местах, в которых вы можете побывать и сегодня. Итак, давайте читать. Книга чисел 9 глава, 15 стих. «В тот день, когда была поставлена скиния, шатер свидетельства, ее покрыло облако славы. С вечера до утра пребывало оно над скинией и походило на огонь». Итак, днем слава была в виде облака света, а вечером в виде облака или столба огненного. Так было всегда. Облако покрывало ее днем, а по ночам оно походило на огонь. Когда облако поднималось от шатра, израилетяне трогались в путь. Там, где облако останавливалось, израилетяне разбивали лагерь. По повелению Господа, израилетяне трогались в путь, и по его повелению разбивали лагерь. Пока облако стояло над скинией, они оставались в лагере. Что же происходило? Они трогались в путь и останавливались по повелению Господа. Как выглядело это повеление? Оно состояло в том, движется ли облако, или же оно остановилось. Когда облако останавливалось, они останавливались. Когда оно двигалось, они трогались в путь. И вот 19 стих, посмотрим. Даже если облако оставалось над Скинией длительное время, израильтяне слушались Господа и не трогались в путь. Некоторые из вас пытаются убежать из своей пустыни. Вы пытаетесь изменить обстоятельства или выбраться из них. И может, именно этого хочет от вас Бог, но если Бог не побуждает вас ни к чему, просто оставайтесь на месте и подождите, пока Он не будет вести и направлять вас. Именно об этом говорил Моисей. Когда облако останавливалось, они стояли, даже если это было долго. Они двигались только в том случае, если двигалось облако. Не берите все в свои руки. Успокойтесь в Духе Божьем и позвольте Ему вести вас. Хорошо. Давайте продолжим с 20 стиха. «Иногда облако было над Скинией лишь несколько дней. Лишь по повелению Господа они стояли лагерем, и по Его повелению трогались путь. Иногда облако стояло только с вечера и до утра. А когда утром оно поднималось, они трогались путь. Днем или ночью, когда бы облако не поднималось, они трогались путь». А теперь послушайте следующий стих. «Два дня, месяц или дольше, сколько бы облако не стояло над Скинией, израилитяне оставались в лагере и не трогались путь. Но когда оно поднималось, они трогались путь. По повелению Господа они разбивали лагерь, и по Его повелению трогались путь. Что это значит? Не тратьте свою пустыню в пустую и не берите все в свои руки. Если Бог побуждает вас к чему-то посреди пустыни, создавать новые обстоятельства и новые реалии, то не сидите без дела. Делайте то, что Дух Святой побуждает вас делать, иначе вы навсегда останетесь в пустыне и можете даже умереть там, но с другой стороны. Мы часто хотим бежать впереди Бога. Если вы именно такой человек, и вы оказались в сложных обстоятельствах, то, возможно, Бог желает научить вас чему-то в этих обстоятельствах. Оставайтесь на месте и позвольте Ему учить вас, вместо того, чтобы бежать куда-то и упустить возможность получить благословение. Не тратьте в пустую свою пустыню. Иногда я думаю о молодых людях. Современная молодежь отличается от многих из вас. Мои зрители немного старше. В юности вы думали так. «Я буду усердно работать, буду копить, и со временем куплю свой первый дом. Он будет небольшим. А когда я стану постарше, после 40 или в 50, я куплю другой дом», ну и так далее. И так вы поднимались вверх. Но современная молодежь хочет прямо сейчас получить дом, на который вы копили 30 или 40 лет. Они все хотят иметь сейчас. Я не критикую молодежь, а лишь говорю, каким стало наше общество. Мы хотим все и сразу. Нам нужны быстрые решения, быстрая еда и так далее. Сегодня даже в ресторане нам не нужно ждать официантов. Мы хотим сделать заказ на компьютере, чтобы было быстрее. Что же я хочу этим сказать? Я хочу обратиться к молодым людям. Вы получаете первую работу, и, возможно, на этой работе Бог желает научить вас рабочей этике. Возможно, Он желает научить вас тому, как быть верным на работе, верным своему работодателю, дисциплинировать себя, стать пунктуальным, работать хорошо, как для Господа, чтобы Бог помог вам построить ваш характер перед тем, как перевести вас на следующую работу. Но в современной культуре происходит так. Человек находит работу, но через две недели он недоволен и уже ищет новую работу. Люди не позволяют Богу построить в их жизни нечто важное для прохождения пустыни, а именно верность, рабочую этику, трудолюбие и терпение. Давайте не будем бежать впереди Бога. Давайте не пытаться убежать из пустыни, если Бог хочет, чтобы мы прошли ее. Убежать из нее — это продлить свою боль. Бог желает научить нас дисциплиниям. И если мы будем бежать от боли, не принимая то, что Он хочет дать нам во время боли, то мы снова будем оказываться в болезненных ситуациях, потому что не обрели нужных знаний. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Поступайте так, как поступали израильтяне. Научитесь двигаться и останавливаться по команде Господа. В центре лагеря было облако славы, и когда оно останавливалось, будь то день, или месяц, или, может быть, даже несколько месяцев, израильтяне стояли, а когда оно двигалось, они тоже двигались. Бог желает научить нас, как быть ведомыми Духом Святым. Библия говорит, «Все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями Божьими. Поэтому я хочу помолиться за вас, за это время в вашей пустыне». Отец Небесный, я знаю, что почти все наши зрители хотят следовать за тобой. Они хотят любить тебя и повиноваться тебе. Но иногда плоть берет над нами верх. Дух века сего начинает доминировать. Отец, спасибо тебе за то, что дисциплинируешь всех своих детей. Мы просим тебя о твоей дисциплине в нашей жизни. Мы хотим учиться праведности. Отец, дисциплинируй и учи нас, как поступать так, как поступали израильтяне, чтобы мы двигались, когда ты хочешь, чтобы мы двигались и стояли, когда ты велишь нам стоять. Отец, учи нас следовать за твоим Духом. Спасибо за твою дисциплину и за то, что мы учимся послушанию даже в страданиях. Отец, ты горшачник, а мы глина. Пусть в нашей жизни все будет так, как хочешь ты. Твое слово говорит, что твоя слава может проявляться в нашей жизни. Отец, мы хотим быть готовыми. Сделай нас готовыми. Помоги каждому из нас склонить сердце и склонить колени в послушании Иешуа Хамашеоху, Господу Иисусу Христу. Отец, мы хотим проявить себя верными на том узком пути, ведущем в жизнь. Да будет на это воля Твоя. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Подведем итог всего того, что я только что сказал. Чтобы двигаться через пустыню, вам нужно быть чувствительными к Духу Божьему, как это делали израилетяне. В итоге облако славы и столб огненный провели их в землю обетованную. То же будет и с нами. Бог выведет нас из пустыни с помощью Иисуса и Духа Святого, когда мы научимся пребывать в Нем, двигаться, когда двигается Он, и останавливаться, когда останавливается Он. Он овладеет нашими душами и станет энергией нашей жизни. И последнее, о чем я хотел бы поговорить с вами, «Пока вы в пустыне, упражняйтесь в вере». Знаю, что Бог имеет что-то особенное для того периода, который вы сейчас переживаете. Во Второзаконии 8 главе Бог сказал израилетянам, что Он проводил их через пустыню, чтобы в конце у них все было благополучно. Это 16 стих. «Основной целью пустыни была подготовка к благам, которые Он имел для них». Возможно, сейчас вам кажется, что ваша пустыня никогда не закончится, но вы должны знать, что все мы в каком-то смысле проходим сейчас пустыню. Эта земля не наш дом. Библия говорит, что сейчас все творение взывает к Богу, ожидая проявления славы Божией. Сейчас мы видим только через тусклое стекло. Вспомните великих героев веры из Ветхого и Нового Заветов. Иисус спрашивал у израилетян, «Кого из своих пророков вы не убили?» Моисей сказал не только об Израиле, но и обо всем человечестве, обо всех нас. Иисус сказал, что все люди ответственны за его распятие. И он спросил, «Кого из пророков ваши отцы не убивали?» То же происходит и сегодня. Посмотрите на Павла. Большую часть жизни он провел в тюрьме. Многие апостолы были убиты. Все дело в том, что этот мир не наш дом. Поэтому все мы здесь в каком-то смысле в пустыне. Писание говорит, «Не видел глаз, не слышало уха и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его». То есть Бог приберег для нас что-то прекрасное. Моисею было трудно с Израилем. Он говорил, «Я знаю, когда я уйду, вы не будете послушными, потому что вы упрямые люди». То же самое можно сказать обо всех нас. Этот мир несовершенен. Люди в нем несовершенны, и мы стремимся к совершенству, но далеки от Него. Поэтому сейчас все мы стянаем и жаждем чего-то большего и верим в большее и в лучшее. И это правильно, потому что Иисус сказал, «Если Сын освободит вас, то вы будете по-настоящему свободны». Не видел того глаз, не слышало того уха и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим Его. Но и в завершении программы я бы хотел ободрить вас. Возможно, вы переживаете темное время в своей жизни. Возможно, вы много времени проводите дома, не можете выходить из-за своего возраста, и вы думаете, «Что же мне осталось?» «Я хочу, чтобы вы знали, что вам осталось очень много». Иисус сказал, «Я иду, чтобы приготовить вам место. Если бы это было не так, то я бы не говорил вам об этом. Вскоре я вернусь и заберу вас к себе. Поэтому возрадуйтесь. Бог приберег замечательные благословения для нас. «Если мы верно проходим свою пустыню, то там мы собираем себе сокровища на небесах». Иисус говорит, «Я скоро приду. Я вернусь очень скоро, чтобы вознаградить каждого человека за то, что он сделал». Возлюбленные, еще раз хочу сказать вам, не тратьте в пустую свою пустыню. Оставайтесь в вере. Будьте верными. Бог с вами. И сейчас Он вкладывает в вашу жизнь нечто большее, нечто очень важное, что вы можете получить только в пустыне. Я люблю вас. Божьих вам благословений. Шалом. Библия говорит, что в нашей слабости проявляется Божья сила. Давайте не тратить нашу пустыню в пустую. Когда мы проходим тяжелые времена, то именно в это время мы можем получить от Бога что-то особенное. И сейчас я хотел бы обратиться к вам. Если Дух Святой побуждает вас сделать шаг веры и отправить пожертвования этому служению, то я верю. Он сделает через это нечто сверхъестественное. Давайте не тратить нашу пустыню в пустую. Мы тратим ее в пустую только тогда, когда не поступаем по вере в тяжелые времена. Мы по максимуму используем свою пустыню, когда верой хватаемся за Бога в самые тяжелые времена. Будьте послушны Духу Святому. Я люблю вас. Шалом. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса заходите на наш сайт. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В шестой главе книги Чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарону «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «И будет милостив к вам, да обратит Господь к вам лицо свое, и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом». Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи». Я верю, что ты умер на кресте за меня, поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Дорогие друзья, я знаю, что истины, о которых я говорил в этой серии, не тратив пустую свою пустыню, помогли многим из вас. Если вы хотите получить эту серию проповедей, то воспользуйтесь контактной информацией, которую вы видите на экране. Увидимся через неделю. У Равина Кёрта Шнайдера есть отличные созидающие веру ресурсы, доступные 24 часа 7 дней в неделю. Заходите на наш сайт, присылайте молитвенные просьбы, смотрите полные выпуски программ, скачивайте заметки по учениям Равина и многое другое. Все это вы найдете на нашем веб-сайте.